Салампальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина представляет видеопрезентацию, посвященную Дню Воинской Славы России, Дню Победы в Сталинградской Битве. Битва за Сталинград. 2 февраля 1943 года – это День Победы в Сталинградской Битве. Сталинградская Битва – одно из крупнейших сражений Великой Отечественной Войны. И битва стала одним из самых масштабных поражений Вермахта, сопровождающегося капитуляцией крупной воинской группировки. Битва под Москвой поставила крест на германском плане Блицкриг. Однако Германия была по-прежнему сильна. И главной целью наступательной кампании Германии стал Сталинград. Накануне Великой Отечественной войны Сталинград являлся одним из крупнейших промышленных центров страны. В нем проживало свыше 400 тысяч человек и насчитывалось свыше 120 промышленных предприятий. В городе работал тракторный завод, который давал стране порядка 50% трактору. В 1940 году на его базе начинается производство танков Т-34. Важно изначально имеет продукцию заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады». Также Сталинград являлся крупным водным транспортным узлом с магистралями в Среднюю Азию и на Урал. По Волге велась транспортировка нефти в центральные районы страны. И наступательная кампания немецких войск имела следующую военную стратегию. Захватить главную транспортную артерию – реку Волгу с целью перерезать советские коммуникации. Захватить нефтеносные районы Кавказа и взять под контроль нефтяные месторождения. Захватить город Сталинград – крупнейший промышленный район страны. 28 июня 1942 года началось наступление группы армии «Юг». Группа армии «А» наступала к Кавказскому хребту. Группа армии «Б» нацелилась на Сталинград. 12 июля группа армии «Б» во главе с главнокомандующим Фридрихом Паулисом вторглась в пределы Сталинградской области. 17 июля 1942 года началась героическая оборона Сталинграда, в которой принимали участие не только солдаты и офицеры, но и женщины, и дети, и все те, кто не успел эвакуироваться из города. Они помогали строить таншеи и защитные сооружения для защиты города. 25 августа 1942 года была самая массовая суточная бомбардировка в истории войны. 2000 самолетов разрушили город, убив пятую часть граждан. Горели не только здания, горела земля, горела Волга, горели резервуары с нефтью. И весь сентябрь немцы пытались сбросить наши войска в Волгу. 25 августа 1942 года – это самая скорбная дата в истории Сталинграда. 13 сентября немецкие войска начали штурм центра Сталинграда. И с этого момента началась беспримерная по упорству борьба за город, которая продолжалась до 2 февраля 1943 года. Основа обороны города составляли соединения 62-й армии генерала Чуйкова и 64-й армии генерала Шумилова. В городе не осталось ни одного целого здания. Сражения за завод «Красный октябрь» и тракторный завод стали известны на весь мир. Пока солдаты защищали свои позиции, рабочие из заводов ремонтировали танки и оружие в непосредственной близости от поля боя, а иногда и на самом поле боя. И специфика боя на предприятиях была ограничена применением огнестрельного оружия. Бои часто ввелись в рукопашную с применением холодного оружия. Подкрепление шло с левого берега Волги катерами, которые подвергались бомбардировкам. К середине ноября 1942 года стало очевидно, что немецкое наступление в Сталинграде не удалось. Вермахт так и не смог сломить сопротивление защитников города и форсировать Волгу. Тем временем, ставка Верховного Главнокомандующего заканчивала приготовление к масштабному контрнаступлению с кодовым названием «Операцию УРАД». В результате наступления трех фронтов Юго-Западного, Сталинградского и Донского была окружена группировка противника численностью свыше 300 тысяч человек. Операция «Кольцо» – завершающая стадия Сталинградской битвы. Наступление войск Донского фронта маршала Рокоссовского. Она была проведена 10 января по 2 февраля 1943 года и ознаменовалась победоносным завершением. Операция «Кольцо» закончилась Сталинградская битва. Немцам выдвинули ультиматум о сдаче, которое они отклонили. И к концу января остатки немецких войск были зажаты в руинах Сталинграда. Но Гитлер требовал сражаться до последнего солдата. Но фельдмаршал Паулюс сдался вместе со всем своим штабом. 200 дней ночей. С 17 июля 1942 до 2 февраля 1943 года продолжалась Сталинградская битва. Сталинградская битва явилась переломом в ходе всей Второй мировой войны. Враг лишился сотен тысяч опытных солдат и офицеров. И вынужден был отступить с Северного Кавказа. Оставить Ставрополь, Кубань, Ростов-на-Дону. И слово «Сталинград» стало синонимом победы. Но не стоит забывать, какой ценой далась эта Великая Победа. Потери были огромны. По некоторым подсчетам, Сталинградская битва была самой кровопролитной битвой за всю историю человечества. В период Сталинградской битвы немцы и их союзники потеряли около полутора миллионов человек. Потери Красной Армии составили свыше 1 миллиона 100 тысяч человек. 8 мая 1965 года Сталинграду было присвоено звание города-героя. 2 февраля, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, сегодня является днем воинской славы России. Мамаев курган – в оживышенность на правом берегу реки Волги в центральной районе города. Где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сегодня Мамаев курган в первую очередь является памятником ансамблем героям Сталинградской битвы с монументом «Родина, мать зовет». И на Мамаевом кургане существует несколько могил, в которых покоится прах более чем 35 тысяч защитников Сталинграда. Субтитры создавал DimaTorzok